Сейчас только голосочек попробуем. Итак, сегодня мы поговорим про контр-аргументы. Как наилучшим образом их строить в эссе по английскому языку? Это задание 40 в ЕГЭ. So let's go. 10 декабря в воскресенье в 15.00 в Москве состоится бесплатный вебинар, где команда ML, я и преподаватель курса ОГЭ Светлана Знатнова расскажет вам о том, как подготовиться к ОГЭ по английскому языку за полгода. Реально ли это, какие учебники необходимо использовать и каким образом можно подготовиться. Условия участия в бесплатном вебинаре внизу в описании к видео. А теперь о контр-аргументах в эссе. В недавнем видео я рассказала о том, как строить грамотно аргументы к эссе. Ссылочку где-нибудь вот здесь оставлю, где-нибудь здесь на экране. Можете посмотреть. А сегодня мы разберемся с тем, как-таки отстаивать противоположную точку зрения. Первое, что стоит понять, что контр-аргументация — это не отрицание аргументов. Например, Марин, ты любишь картошку? Нет, не люблю. А я люблю. А я не люблю. То есть контр-аргументы не направлены против мнения вашего оппонента. Контр-аргументы направлены против доводов оппонента. Проще говоря, примеров и фактов из жизни, которые он приводит в доказательство своей точки зрения. Итак, как правильно подобрать контр-аргументы? Первое, выделить основные тезисы аргументов. Второе, на их основе необходимо создать аргументы, противоположные доводам вашего оппонента. Разберемся на примере. Итак, например, нам дана следующая тема-эссе. Человек, который бегло разговаривает на иностранном языке, может работать переводчиком. Предположим, что автор согласен с данным утверждением, и мы выдвигаем следующий аргумент в пользу этой точки зрения. Это пока еще аргументы. Переводим следующие доводы. Следующий аргумент за. Теперь мы, воображаемый оппонент, переходим на другую сторону. В третьем абзаце, эссе, мы будем выдвигать следующий контр-аргумент. Обратите внимание, что наш контр-аргумент выражает другую точку зрения. Делая качественный аргумент, основываясь на другой точке зрения, мы будем аргументировать уже совершенно другую позицию. Таким образом, мы не будем повторяться. Итак, мы приводим следующие доводы в пользу нашего контр-аргумента. И второй контр-аргумент. То есть, если бы мы в третьем абзаце эссе в контр-аргументах начали бы доказывать, что беглость речи – это не главное для переводчика, то в данном случае аргументы повторились бы во втором и в третьем абзаце. Доказывая другую точку зрения, мы избегаем повторов и строим грамотную контр-аргументацию. То есть, в третьем абзаце мы сконцентрировались на других понятиях – accuracy and culture. Это все, что я хотела бы рассказать в этом видео. Напиши в комментариях, как ты строишь аргументацию к эссе в ЕГЭ по английскому языку, какими лайфхаками пользуешься ты и что помогает тебе не повторять аргументы во втором и в третьем абзаце. Ну и 100 баллов за ЕГЭ тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»